С дозволения Аллаха, продолжаем эти благодатные уроки. Просим Всевышнего Аллаха, добавки, добавки, добавки из бараката. Это хорошо, чтобы Всевышний Аллах, облегчил нам. Мы с вами остановились на главе какой? Седьмой? Почти. Кто даст больше? Восьмой закончили. Сейчас у нас девятая глава. Прошлая глава говорила о чем у нас? О чем мы говорили в прошлой главе? А, бисмаллах, кто помнит? Давайте, что? А ну-ка, что-то поплыли все. Что кто помнит с прошлой главы? Любые пользы, которые помнят. Три запрета чего? А, кстати, хорошо, что братья напомнили, Зак Аллахейрен. Мы говорили о том, что есть асар от Аиши, от Абдулла Абдулла Амра ибн Аль Аса. Братья Аль-Зак Аллахейрен скинули, что шейх Аль-Альбани сказал, что это слабо и в принципе не является достоверным. И также говорил имам Азхаби и другие. Так что это в принципе даже доводом не является. Поэтому оно удивительно было, что в принципе, если еще, то есть Абдулла 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 Амра ибн Ас, удивительно, что если такое дозволял, не говоря уже Аиши. Ну, Аль-Хамдулла, что они недостоверны, помимо всего Всевышнего Аллаха, поэтому Аль-Хамдулла, в принципе, то есть говорить о их дозволенности нуждается намного большим, чем просто говорить о разногласии и так далее. По каким причинам не дозволяются? Во-первых, общие запреты, нет ничего конкретизирующего, что из Курана можно, а из другого нельзя. Да, то есть прикрыть все пути, чтобы закрыть пути к Ширку и так далее. Да, то есть если ты повесишь на ребенка, ты не знаешь, Аллаху Алим куда-нибудь в туалет и так далее пойдет, и он не знает, да? И четвертое, что у нас теперь будет добавим, то что в принципе, то второе мнение слабое, нет у него никакого, хорошо, то есть ничего сильного, крепкого от сподвижников, аль-Хамдулла, Рубль-Алимин. То есть на прошлых уроках мы говорили о том, что, то есть, также о запретном из числа амулетов и, то есть, каких-то побрякушек и так далее и тому подобное. Сегодня у нас девятая глава. Глава о том, кто и спрашивает благодати или же бараката у деревьев, у камней и чего-то подобного. Говорит шейх Салиху Аль-Фаузан, хафидаху Аллах. Это глава у нас, продолжение прошлых глав, потому что те главы, которые были до нее, говорили о том, что, то есть, если человек наденет колечко или же повесит на себя какую-то веревочку и так далее, или же какие-то заклинания, или же амулеты. А здесь же эта глава у нас говорит о том, что нельзя ни в коем случае спрашивать, искать благодати у камней или же у деревьев. То есть, все эти главы у нас связаны с чем, то есть, итогом их является что? То есть, итогом является, что эти вещи запрещаются по какой причине? Потому что это убеждение, что кто-то, помимо Всевышнего Аллаха, хорошо, то есть, приносит вред или же, то есть, приносит пользу или же наносит вред. И это все является ширком. Потому что тот, кто может действительно навредить или же принести тебе пользу, это один только Всевышний Аллах, и един он, и нет у него никого в сотовое, то есть, сотовое речи никаких. Он единственный, кто может подобное. И нету никого вместе с ним. То есть, даже, хоть и есть, да, действительно, есть такие вещи, которые, если ты будешь пользоваться ими, или же кушать, или пить, и так далее, в них есть вред, или же, то есть, какая-то польза. Но это всего лишь причины, а, то есть, итог, или же тот, кто действительно творит это, хорошо, это кто? Всевышний Аллах, субханаху, 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 субханаху. Или как это называется, хорошо, то есть, это всего лишь причина. И сколько людей, которые нервные, злые, и так далее, выпил ромашку, и все равно, хорошо, то есть, ничего не изменилось. И основа в том, что, да, меняется, но это является причиной. Томам. Хорошо. Томам. То есть, если человек кушает и пьет что-то полезное, хорошее, фрукты, овощи, и так далее, здоровую какую-то пищу, это хорошо, то есть, в этом польза, также витамины, там, и так далее, и тому подобное. Но вместе с этим сами эти фрукты, сама, то есть какая-то чистая родниковая вода и так далее, она приносит пользу или же она является причиной, приносящей пользу с дозволения Аллаха Субхану Таалли? Является причиной, так же, то есть является причиной, хорошо, то есть То есть как, например, яд убивает, хорошо, то есть также огонь зажигает, но, хорошо, то есть это является всего лишь причиной, То есть это творение Всевышнего Аллаха Субхану Таалли, в которых Аллах Субхану Таалли заложил, хорошо, то есть такие вещи, поэтому у нас есть, хорошо, подобно тому, как Всевышний Аллах Субхану Таалли, хоть и создал огонь, и огонь что делает? Огонь зажигает, то есть ты можешь что-то поджечь, и оно сгорит, но вместе с этим, когда Ибрахима бросили в огромный огонь, не то, что не сгорел, ничего с ним не было, как есть, так и вышел, так же, то есть даже не коснулось его Почему? Потому что это результат у Всевышнего Аллаха Субхану Таалли, он тот, кто создал этот огонь, хорошо, и он тот, кто может хорошо, то есть опустошить его, или же, то есть сделать эту причину, хорошо, то есть неспособный, нанести какой-то вред и так далее Поэтому это всего лишь причины, и поэтому Всемогущий, Всевышний Аллах Субхану Таалли, он может забрать у них эти причины Как говорит как раз-таки об этом, о том, что хорошо забрал у огня, то есть возможность зажигать, обжигать кого? Ибрахима Когда туда закинули в него И стал этот огонь прохладным и безопасным для Ибрахима, и это у нас указывает на то, что он сам по себе огонь, то есть не делает ничего С дозволением Всевышнего Аллаха Субхану Таалли, то есть является причиной, хорошо Как вода, например, сподвижники ходили по воде Вода, она жидкая, так же, кто тот, кто сделал ее твердой для того, чтобы сподвижники могли пойти? Аллах Субхану Таалли То есть имеется в виду глава о том, кто, то есть Табаррака, что значит Табаррака, то есть ищет благодать или же просит благодати у чего-то Что такое благодать у нас? Баррака в арабском языке Это значит, то есть какое-то благо, когда оно, то есть много его и в каком-то определенном месте это называется что? Благо Когда, то есть в каком-то определенном месте является, то есть, ну, поэтому говорят, барракат бывает, например, в маджлису альм В собраниях, кружках знаний, почему? Потому что ангелы делают дуа Постоянно ты поминаешь Всевышнего Аллаха Субхану Таалли Постоянно салават за посланника Аллаха Салаллаху Алейхи Васалям и так далее, и так далее То есть иман возвеличивается, и все это в каком-то небольшом месте, хорошо? Поэтому барракат — это когда много блага в каком-то определенном месте Поэтому говорят бирка Что такое бирка в арабском языке? Биркатун — это пруд Потому что много воды в одном конкретном, то есть определенном месте, хорошо? То есть это называется бирка в арабском То есть тот, кто ищет благодати или же просит благодати у камней и деревьев То есть желает благодати у камней и деревьев Или же имеет убеждение в том, что является какой-то камень или же какое-то дерево барракатным и так далее В то время как Всевышний Аллах Субхану Таалли не сделал его таковым То такой человек предает Аллах Субхану Таалли со товарищей То есть либо ширк большой будет у нас, либо малый ширк Потому что сам по себе камень и дерево, они не создают благодать Хорошо, то есть они не могут тебе принести какую-то благодать То есть и не является даже, более того, ни камень, ни дерево Не является, хорошо, то есть причиной для барраката А тот же, кто делает барракат, этот, это Всевышний Аллах Субхану Таалли То есть, хорошо, вопрос В этом вопросе, если мы скажем, что нет такого дерева или же камня, в котором есть барракат Сам по себе, правильно или неправильно будет сказать? Правильно, почему? Неправильно, почему? Правильно, почему? То есть, если, например, кто-то будет говорить у нас, что есть такой камень Если человек трогает его или целует, что он в судный день придет и будет свидетельствовать за каждого, кто дотронулся до него и поцеловал его То мы скажем этому человеку, что ты сделал? Скажем, скажем, Жзакала Херин Есть такой хадис, так же? О черном камне, то есть это камень, в котором есть барракат Но это не значит, что мы об него тремся и так далее Нет, его барракат заканчивается где? Заканчивается, то есть у него есть рамки шариата Какие рамки шариата? Что человек, когда совершает талаф, хорошо, он подходит и целует его Или же, если он не может поцеловать, он может рукой докоснуться, хорошо? Или же, если у него есть посох и людей много, он может посохом коснуться его, или же палкой, или чем-то И потом поцеловать этот посох Или же, если он не может ничего из этого сделать, то он издалека просто указывает на него рукой Но здесь уже руку он не целует, потому что не пришло подобное от посланника Аллаху Или же какое-то место Если человек, не имея на то довода, говорит о том, что какое-то место барракатное Например, могила такого-то праведника, брат, там такой барракат, там такая чистая вода, там такие деревья и так далее и тому подобное Что мы скажем этому человеку? Ашракт мы скажем. Ты совершил ширик. И твой ширик будет зависеть от того, какое ты дальше убеждение имеешь по поводу этого места и так далее и тому подобное. Но вместе с этим, если человек скажет, брат, есть такое место, где, во-первых, твои дуа, хорошо, то есть отвечает Всевышний Аллах на твои дуа раз. И скажет тебе что, что ты там молишься, сто тысяч раз умножается твоя молитва и так далее и тому подобное, мы скажем, это что у нас? Это мечеть Харам. Хорошо, то есть мечеть Харам, в ней молитва за сто тысяч, хорошо, дуа принимается и так далее. То есть много, то есть это барракатное место, это, хамду ля, то есть место барракатное, что даже некоторые ученые сказали, что не просто молитва умножается, что даже хорошо, то есть праведные дела совершенные там умножаются. Аллаху алим. То есть оно, с точки зрения, что это баррака, оно, то есть правильные слова, но если говорить, что именно на сто тысяч и так далее, Аллаху алим, наверное, это нуждается в доводе. Аллаху алим. Если есть что-то подобное, и от салев и так далее, это уже как говорится, аляррасу аль айн, хорошо, с радостью принимаем, но если нет подобного, то это место остаётся барракатным, это подобно тому, как садака, данное в Рамадан, не подобно садака в другие месяцы, так же, потому что это время барракатное, поэтому у нас барракат бывает либо вместе, либо же во времени, тамам, либо же в человеке, оно то есть бывает разных видов, это уже, то есть говорили об этом, наверное, в другой книге, но здесь этого не придёт, в любом случае, говорит, то есть, да, Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, какие-то вещи делает барракатными, как, например, воду замзам, вода замзам, в ней барракат, хорошо, как посланник алейсалату ассалам сказал, что вода замзам такая, для чего её пьют, то есть, человек хочет вылечиться, пьёт её, иншаллах ата'аля, получит своё, то есть, так далее, или же также посланник алейсалату ассалам сказал, что это еда для голодного, и, то есть, является пищей для того, кто ищет от неё пищу, хочет наесться, выпив воду замзам, и он наестся, и тот, кто, то есть, так же испытывает жажду, хорошо, он так же, то есть, найдёт, как говорится, своё. То есть, поэтому, в любом случае, то есть, вода замзам, в ней есть барракат. Или же пророки. Пророки, они и в их телах барракат, и в их знаниях, и в их призыве, и везде барракат. То есть, пророки — это единственные посланники, это единственные люди, у которых даже тело, само тело барракатное, и это останавливается и кончается только на ком? Только на пророках и посланниках. Они являются кем? То есть, барракатные как в своём призыве, как по своим знаниям, донесению и так далее, так и тело. Что касается всех остальных, да, у них есть барракат у учёных, у имамов, у сподвижников и так далее, но их барракат заканчивается где? То есть, знания, донесения и так далее, и так далее. То есть, тот барракат, который им даёт Всевышний Аллах, это не значит, что можно их там трогать, тереться о них и так далее. Поистине, первый дом, который был сделан для людей, чтобы они поклонялись нём Всевышнему Аллаху, не предавая ему никого, сотоварищи, это, то есть, дом в Мекке, то есть, мечеть Харам, Мубарак, говорит, что, то есть, он является, он барракатным и, то есть, путём, хорошо, то есть, руководством для, то есть, Аллаху Алям, то есть, худан лил алями, тама. فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي جَعْلِ الْكَعْبَةَ مُبَارَكَةً То есть, Всевышний Аллах, Субхану Талли, Он сделал Ка'бу барракатной, أَمَّ الْكَعْبَةُ فَلَيْسَدْهِيَ الْلَّةِ تُجِدُ الْبَرَرَكَةً То есть, не сама Ка'ба в себе барракат имеет, а Всевышний Аллах, Субхану Талли, сделал её барракатной, хорошо, то есть, не Ка'ба даёт барракат, что ты трёшься об Ка'бу, и всё, и становишься барракатным, нет. То есть, Всевышний Аллах, Субхану Талли, Он тот, кто даёт ей барракат, и поэтому мы сказали, что когда где-то в чём-то есть баррака, оно, то есть, имеет рамки. Рамки какие? Рамки шариата, хорошо, то есть, и она не выходит за это, то есть, у нас есть камень, чёрный камень, хорошо, то есть, да, человек может его поцеловать там и так далее, лишь дотронуться до него, это дозволяется не облизывать его, не тереться от него и так далее, это всё не пришло у нас. Поэтому человек останавливается, то есть, у преград сунны, то есть, или же у рамках сунны. Также у нас есть мультазм. Кто знает, что такое мультазм в Камбе? Что такое мультазм? Йеменский угол Аррукнуль Ямани называется. А? А что с дверями? Просто, просто что? Что такое мультазм? Кто знает, кто омру совершал? Это место между дверью и камнем. Чёрный камень, и здесь у нас дверь. Посередине место мультазм. И пришло, что тот человек, который прижавшись и в этом месте будет просить Аллах, ни каабу, ни тереться об этом месте, а просить у этого места, у Всевышнего Аллаха, Аллах, непременно, ответит на его дуа. Да, то есть, дженна, да, это от, откуда до куда? Откуда до куда? От мимбара до дома. И вот это правильно. Потому что пришло в некоторых хадисах между моей могилой и мимбаром. Это неправильно. Оно могилой стало, когда после смерти посланника, алисаляту ассаляму, то есть, пророк алисаляту ассаляму, не может говорить при жизни, что от моей могилы до мимбара. Аллаху алим, где, как говорится, ты умрёшь. То есть, от комнаты, то есть, комнаты Аиши, до мимбара. То есть, это то, что сегодня Рауда называется, Рауда Шарифа и так далее. Но Аллаху алим, по поводу того человека, который идёт туда молиться и так далее, это нуждается также в доводе. То есть, хоть это и пришло, что это сад из садов рая, не пришло у нас ничего, что нужно там молиться и так далее. Аллаху алим. Потому что также на сады садов рая это мажлист собрания знаний. Это также сады садов рая. Бисмилля тоже каждый Аллаху алим наконец-то и будет молиться здесь. Нет, то есть, и так далее. Аллаху алим. Хотя некоторые учёные сказали, что дозволяется. Аллаху алим. Томан. Поэтому Всевышний Аллах, он тот, кто сделал каабу баракатной, и баракат её заключается в чём? То есть, в хаджи, в умре. То, что мы обращаемся к ней во время молитвы. Молитвы, точнее, только единственное место, где можно совершать талаф. Хорошо, то есть, также мы можем поклоняться, то есть, рядом с ней, и это будет, то есть, больше награды намного и так далее. Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, делает какие-то вещи баракатными и так же делает какие-то вещи, наоборот, скверными, плохими. Ведь потому, что шайтаны, они скверные, плохие, так же. То есть, некоторые животные также сделали их такими. Поэтому уповать, то есть, нужно только на одного Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, во всех делах. Но мы, то есть, предпринимаем какие-то причины, и то только потому, что Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, обязал нас этим. Что касается результата, он только у одного Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Мы не должны уповать на что? На свои причины. Что я такую причину взял, что вот все, Альхамду ва Тааля. Или же некоторые братья говорят, каким образом думая о том, что они говорят что-то хорошее, говорят, я все, что мог, сделал, остальное у Аллаха, Субханаху ва Тааля. Машал, жазак Аллаха. То есть, ты все сделал, осталось чуть-чуть, и это Аллах, Субханаху ва Тааля. Более того, то, что ты сделал, и то, что будет, это все от Аллаха, Субханаху ва Тааля. А то некоторые говорят, то есть, как будто бы 90% я сделал, все, вот Аллах, тебе осталось всего лишь 10%. То есть, это Субханаху ва Тааля. Как Шайхбакар Абузаид говорил, это из Манахи лавды, то есть, это вещь, которую человек не придает, есть значение, но это скверное значение имеет. Я говорю, я уже, все, что я мог, я сделал, остальное Аллах. То есть, то, что ты мог, хорошо, Аллах Субханаху ва Тааля не мог, ты как бы сделал все, халас, остальное как бы, пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает. Нет, то, что... Какая разница, какой смысл? Смысл, оно нет проблем. Но человек сказал, что значение какое? Тот, кто говорит, нет Бога, кроме Аллаха. Может быть, он имеет в виду, что нет Бога достойного, истинного, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Но мы что этому человеку скажем? Скажем, что он неправильно говорит. И поэтому, то есть, тот человек, который говорит, это то, что пожелал ты и Аллах. Или же Аллах и ты. Он не подразумевает, что вы вдвоем вместе пожелали. Так же? Ты у него спросишь, он скажет, нет, Аллах Субханаху ва Тааля, он такой пожелал, но ты стал причиной. Мы скажем этому человеку, говори тогда правильно, говори это то, что пожелал Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, а затем ты. Или же, если бы не Аллах Субханаху ва Тааля, а затем ты, то тогда было бы так-то, так-то. Поэтому мы запрещаем, или человек говорит тебе, брат, если бы не ты, я бы все пропал бы. Можно так говорить или нельзя? Ни в коем случае. Но он тебе скажет, брат, я в каком смысле имею в виду, что он меня сильно поддержал и так далее. И мы говорим, что закалахер, мы знаем, что ты имеешь в виду, но вместе с этим слова такие произносить недозвольны. Это некрасиво, хорошо, то есть это некрасиво. Поэтому даже если ребенок какой-нибудь скажет своему папе, там, как-нибудь что-то хорошо, то есть хорошее что-то хочет сказать, но говорит совсем что-то плохое, то есть что он ему скажет, закалахер, ребенок, приятно, конечно, но так больше не делай, хорошо. Задакаллах хирсан, ва лакаллах тауд, как пришло. Та-бам, то есть в любом случае, человек, нельзя такое говорить, хорошо, то есть, как об этом говорили ученые, человек говорит, что я все, что мог сделал, остальное у Аллаха. Не остальное, все то, что ты сделал, и все, что будет дальше, все это от одного только Аллаха, субханаху та-баллаху. Поэтому мы не говорим, что не нужно совершать причины, потому что Всевышний Аллах, субханаху та-балла, повелел нам совершать причины. И тот, кто говорит, что причины не нужны и так далее, это, субханаху та-балла, человек такой, говорит о том, что нет никакой пользы ни в чем и так далее и тому подобное. Ведь в то время, как Всевышний Аллах, субханаху та-балла, сделал какие-то вещи полезными. Кама калла бааду л'улама, как сказали некоторые ученые, то есть упование на причину является ширком, а оставление причин является порочением шариата. То есть Всевышний Аллах, субханаху та-балла, не повелел тебе дома лежать и говорить то, что вот сейчас хорошо, то есть у меня будет все хорошо и так далее. И даже, как некоторые сказали, то есть так же это человек неразумный, хорошо, человек неразумный. Если человек говорит то, что вот, иншаллах, у меня будет много детей, иншаллах, и ты ему говоришь, а ты женился? Нет, говорит, если Всевышний Аллах, субханаху та-балла, пожелает, они у меня будут, даже если я не женюсь. Откуда из капусты или айс тебе их принесет? Что с ними будет, субханаху? То есть это известно, и поэтому такого человеку что скажут? Скажут, что ты ненормальный также. И такой человек, который еще из этого религию делает, мы скажем этому человеку, что это страшное заблуждение. Ты, субханаллах, говоришь об Аллахе, то, на что у тебя нет никакого долга. Как это делает джамаатут таблих? Джамаатут таблих говорят, что ля и ля и ля и ля, это что? Это не веровать ни в какие причины. Что нет никаких причин, только если Всевышний Аллах, субханаллах, ну да, мы согласны, что только если Аллах, субханаллах, пожелает, что-то будет. Но, насказал посланник, алей-салату асалам, сказал, и акиль-хатума таваккаль. Когда человек пришел и не завязал свое верблюдо и зашел в мечеть, пророк, алей-салату асалам, сказал, завяжи его. Он говорит, я уповаю на Аллах. Пророк, алей-салату асалам, что ему сказал? Завяжи его и уповай на Аллах, субханаллах. То есть причину сам сделал. Хороший человек, двери открытые, оставил свои машины и пошел на ночь спать где-нибудь в Южном Бутово, хорошо? И что на утро он ни машины, ни дверей, ничего не будет. Аллаху амаллах. Потому что шариат, Всевышний Аллах, субханаллах, повелел тебе предпринимать причины. Тот же, кто уповает на причины, совершает ширк. Почему? Потому что он уповает на кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, субханаллах. Как будто бы он думает, что вот я разделал, по-любому должен быть из-за этого хорошо, то есть должен быть результат и так далее. Нет, ты откуда знаешь? Ты выполняешь то, что велено тебе, а результат за Всевышним Аллах, субханаллах. Потому что так же те же пророки, которые доносили, выполняли все, что должны были, и пришел. То есть и посланник, алиссалату ассалям, сказал, что в судный день будет пророк, за которым никто не последовал. Тоже не выполнил причину, что ли? Он все, что мог, делал. Но результат от кого? От Всевышнего Аллаха, субханаллах. И это милость Аллаха, которую он дает, кому пожелает. Ведь у нас есть из пророков те, за кем никто не последовал. Есть те, за кем последовал один-два человека. За тем, кто чуть больше, 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 больше. А есть Муса. Помимо Муса есть у нас посланник Аллах, Мухаммад, алиссалату ассалям, за которым сколько последовали, еще последует. То есть это все милости Аллаха, субханаллах, которую он дает, кому пожелает, два человека, одинаковая работа у них. Хорошо, то есть и этот, например, занимается чем-то, и этот занимается тем же самым. Но у этого, маше Аллах, сколько приток людей, все ходят и так далее и тому подобное. Это тоже качественно делает свою работу, но вместе с этим что? То есть у него чуть меньше хорошо. То есть у него это риск. Как, например, вы видите, это в Саудии. Хорошо, приходишь в ресторанный дворик и какая-то вообще непонятная, что никогда в жизни нигде, наверное, ты не видел эту кафешку, кроме как в Саудовской Аравии. Аль-Бейк, у нее с харама, от Кабы, начинается очередь, чтобы купить курицу в Бейке. И рядом мискины, макдональдс, бургеркин, киевси и так далее. И закрытые, субханаллах, потому что никому дела до них нет. Это барракад, который Всевышний Аллах, субханаллах, дает, кому пожелает. И поэтому этот вопрос, братья, ищущий знания должен понимать его хорошо, то есть и сильно задуматься над этим. И то есть должны разъяснять это мусульманам, вот этот вопрос, потому что вопрос благодати и так далее, этот вопрос очень щепетильный, тонкий и важный. Для чего? Для того, чтобы отстранить у людей, или же убрать у людей все сомнения в этом вопросе. И, то есть, хорошо, убрать это заблуждение, которое распространено среди мусульман по причине невежества, или же по причине каких-то скверных целей некоторых людей, которые специально зная, хорошо, то есть, да, специально распространяют среди людей такие какие-то скверные заблуждения. Субтитры создавал DimaTorzok